Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя легенды, у нас турнир закончился и мы забираем награды. Так, сюрекины, леонардо, золотые и платиновые осколки, плюс здесь еще награды. Так, открыть колоду, а я разве открыл колоду, я же ничего даже еще не сделал. Колода, вот она. Так, ладно, 5 долларов. Ну что, давайте, ребят, посмотрим, что у нас на этой неделе разыгрывается. Так, карайка, как вы видите, а в испытаниях у нас будет Лига Лео, которую мы прошли полностью и, к сожалению, нам тут никто не нужен. И девичьи силы тоже, к сожалению, никто не нужен, у нас все здесь прокачаны. Также, ребята, кто спрашивает меня постоянно, откуда ты взял Усаги, Супер Шреддеры? Друзья мои, вот, есть испытание Эксперт. Именно на нем, именно на нем, я фармил в свое время осколки на любого персонажа. Ну, например, здесь у нас Супер Шреддер, есть у нас Крэнк, есть еще кто-либо. Так что, друзья мои, дерзайте, все в ваших руках, если вам нужен Супер Шреддер, то обратите внимание вот на это событие. Естественно, оно будет открыто в пятницу, так что только с пятницы можно будет приступать к его прохождению. Ну, а у меня на этой неделе, друзья мои, кроме арены, больше ничего нету. Ну, арена и, соответственно, жетоны. Так, ну, а сегодня, в понедельник, мы что делаем? Конечно же, делаем буст. Конечно же, делаем буст. У нас как 20 минут назад, ребята, обновилось. Не успел я подойти прямо к самому откату. Были некоторые дела. Но я думаю, что мы все-таки должны сейчас неплохо рвануть. Я на это надеюсь. Так что, давай, поехали. Сразу же начнем с турнирочки. Поехали. Так, 11-11. Ну, в принципе, меня это устраивает. Как ты видишь, 18-й, 16-й и 17-й ранг против нас дают. А у нас сразу же начинается с 54-го, 55-го. Ну, то есть полтиннички, да? Бакстер, Леонардо и Рафаэль. Ну, тут, само собой, разбираются они на изи. Потому что такая разница в уровнях. Противостоять они мне здесь вообще не могут. Ну что, вот она и первая наша победа. Как говорится, на новой свежей неделе. Так, двигаемся дальше. Сразу переходим на воин. Две звездочки, 53-я позиция. Ладно. 11-12. Отлично. Сразу на два уровня повысился ранг у наших противников. Ну, для меня это, честно говоря, ровным счетом ничего не значит. И никаким образом они меня этим не напугают. Так, давай-ка от Дони. А, наверное, вот так лучше будет. Да, ну, я думал, что Донателло сделает... Первый все-таки будет по инициативе. Сделает массовую атаку своим посохом. Ну, какая нам разница? Если Монда Гека, так пускай будет Монда Гека. Так, сразу воин 3 звезды. Позиция у нас 65-я. Так, значит, нам сейчас нужно попробовать найти 12-13, наверное. Или 11-13. Что-то у нас идет дальше. Вот. 12-13. Так, уровень уже 24-й, 22-й. Ну, то есть, очень быстро повышается уровень у противников, да? По 2-3 уровня за каждый поединок. Ну-ка, давай-ка. Минус. Ой, не то сделал, не то, ребята, сделал. Хотя, ладно. Давай-ка, наверное, Криса Брэдфорда. И Дони добивает, наверное, Рокстаде. Нет, не добил, но зато замедлил. Ну, здесь абсолютно, ребята, волноваться не стоит. Потому что, в любом случае, они нам здесь не нанесут урона вообще. Я уже молчу про то, что смогут ли они кого-то здесь подбить. Так, Элиточка. Одна звезда, 57-я позиция. Давай смотреть. Значит, было у нас 12-13. Сейчас попробуем найти 12-14. Или сколько там? 12-13-15. Как там? Вот. 12-14. То есть, пока идет все нормально. В ногу идем. Буст у нас движется отлично. Раз, два, три, четыре. Я думаю, еще поединок-другой уже будет у нас фулл-команда. То есть, по пять бойцов. И там, соответственно, уже будет и кубков побольше. И будет продвижение побыстрее. Так. Рафаэльчик-то выжил. Но это было ненадолго. Это он так просто засмотрелся куда-то, видимо, на моих маузеров. Так. Смотрим. Элита, естественно, две звездочки. Позиция уже 73-я. Немножечко нас отталкивает, да? 12-14. Ну, тут, наверное, друзья, скорее всего... Мы не получим 13-15 почему-то, мне кажется. Вот я просто смотрю. 12-14. И есть 13-15. Все-таки дали. Все-таки они мне дали такой бонус. И уже, как мы видим, 30-й, 33-й даже есть уровень здесь. И, как ты видишь, уже пять бойцов. Ну, что же. Давай тогда будем тут разбираться. Опять же водяной пистолет. Минус хан. Белки. Ну, непрокаченный удар этот. Но, тем не менее. Так, я вот не помню. Это же массовая атака. По-моему, массовая, да? Давай-давай-давай. Круто. Я представляю, если мы прокачаем у этого Крынга суперудара. У него, тем более, два суперудара. Массовых. Надо будет потом за него взяться. Ну, что. Элита 3 звезды. То есть... Видимо, сейчас мы перейдем в самураи. 13-15. А дадут они, мне интересно... 13-16. Скорее всего... Во. Есть. Друзья, я думал, что не дадут. Хм. А у них все круто получается. Дали. Раз, два, три, четыре. Пять. Уже, смотри. Уже 37-й, 34-й. То есть, буквально еще 3-4 поединка, и мы уже сравняемся. Поехали. Минус Дони, да? Фиг там минус Дони. Слушай, тогда надо муху, наверное, валить. Минус. Так, здесь майки. Как бы он не особо нам нужен. Готов парень. Так, бросаем баллончик. Минус Донателло. Заблокировали. А, нет, не заблокировали, а понизили меткость. Давай, наверное, бросим туда гранату. И все. Да. Бибоб и Рокстеди, да? И любители всяких, там, гранатов, автоматов, пистолетов. Такие. Командос. Так, ну что? Как я и говорил, мы уже в самураях, 81-я позиция. Сейчас, ух ты. Ты посмотри, мы как начали, еще, ребята, ни разу не было сбоя. Все время нам хоть на один кубок надают побольше. Это очень приятный бонус. То есть, действительно, буст работает. Ну, что с ними тут делать? Вот что с ними здесь делать? Естественно, бросаем вот эту штуку. Заблокировали сразу хил. И плюс вот этот вот огненный ураган. Волна, интересно, добьет их? Угу. И добивка лазером. Давай, Рафаэль. Чемпи такой полетел там. С плеча сорвался, полетел куда-то. Прекрасно. Давай посмотрим, все-таки перекинут нас или нет на следующий ранг. Мне кажется, вряд ли. Угу. Я так и думал, ребята, вряд ли нас перекинут. Потому что, ну, не хватает у нас как мощи. Но это не страшно. Так, 14-17. А может быть дадут все-таки нам 14-18? Блин, как бы меня сейчас тут не понизили. 13-16. А почему? Не, я вижу, что есть 14-17, но... Скорее всего, не дадут. Я еще разик два попробую сейчас, конечно, поролить. Нет, почему-то они колеблются между 14-17 и... Ладно, придется, наверное, еще один бой все-таки сыграть. Ну, ребят, понятное дело, да? Что буст такой он скользкий, скажем. Не всегда тебе будет получаться, чтобы ты через каждый бой получал по одному копку. Что там такое сейчас было? Что опять за баг? Тысячи лет их не было и появились. Так, давай, наверное, бомбочку бросим, добьем. Замечательно. Так, что же это у нас получается? Посмотрим. Ну, сейчас мы, естественно, переходим уже в самурай две звезды. 43-я позиция. То есть, получается, через этот поединок мы уже будем в самурайах три звезды. Так, и видишь, 14-17. Здесь они уже сами мне дали повышение. Раз, два. Но ты также смотри и уровень. Уровень противника. Так, нам же желательно бы, знаешь, что сделать? Нам желательно взять кого-то с массовой атакой. У нас очень мало здесь массовиков. А возьмем, например, мы с тобой нашего Шархана. Который любит дебафить именно по броне. Погнали. Так, теперь Сюрики. И добивка. Отлично. Все, ребята, все прошло очень даже великолепно. Двигаемся далее. Так, самурай три звезды. 77-я позиция. 16, друзья мои, у нас откатов. Так, 14-18. Я все-таки хочу получить... Хотелось бы получить 14-19. Но что-то... Что-то не то, да, получается? Ладно, ролим пока, да? Нет, нет, не дают. Да ну хорош, ну дайте хоть разик-то. Так, последний раз ролим. Нет, не хотят. Ладно. 47-й, 46-й. Раз, два, три. Четыре. Ну, в принципе, у Кунаича есть массовый атак, но опять же, повторяю, ребята, они не прокачаны. Поэтому супер... Как говорится, супер отдачи ожидать не стоит. Так, начнем с массовых атак. Давай, Майки. Неплохо. Так, дебаф вешают на нас. Это по броне, да, получается? Так, Дуни надо истреблять. Да что ты? Сейчас хильнет еще, наверное. Так, мне вот это не нравится положение дел. Так, Донателло упал. Нам нужно что сделать? Нам нужен массовый атаки. Давай, Лео, руби. И остается один. Давай, бросаем Сай. Все. Ну, ты сам видишь, уже немножко опасно, ребят, потому что здоровье у нас начинают отнимать наши враги. И как бы недооценивать вражескую команду тоже не стоит. Надо быть всегда на чеку. Так, ну тут 19-я позиция, то есть Лига Сюгунов уже вот буквально через один поединок будет. Нет, уж давайте мне что-нибудь такое. Ой, уже 14, 17, 2. Вот. 15, 19. Раз, два, три. Четыре. Пять. Ну, в принципе, ребят, ну, в принципе, здесь можно, да, одолеть. У нас 58 уровень, а у них 49. То есть 10 левелов разница. Начинаем, естественно, с массовых атак. Так, Лапекс. Ну, неплохо, неплохо она ударила. Так, вот Монда Геха ускоряет команду. Это, конечно, не очень хорошо для нас. Отвали. Да отвалите, говорю. Ты смотри, а. Ты смотри, что они делают. Ну-ка, осколки, срочно. Блин, а Лапекс хотят забомбить, прикинь. Смотри, что творят. А ну-ка, Донни, устрой-ка им там. Угости их кофейком. Плохо ты кофейком угостил. Молодец, Мотогеноид. Все-таки разобрал их. Нет, ребят, так рисковать больше нельзя. Надо брать уже кого-то, ну, как бы, посерьезней. Кто бы мог сразу приличный урон им наносить. Так, шестьдесят пятая позиция. И у нас уже Лига Сегунов одна звезда. Так, пятнадцать девятнадцать. Возьмем вот этот отряд. Беру Лео. Раз, два, три, четыре. Ну, всем понятно, что Леонардо сейчас делает всего лишь одну вертушку, и они упадут. Они, как говорится, сами напросились. Поехали. По идее, мы должны сейчас... Есть вероятность прийти в Лигу Сегунов две звездочки. По-моему, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Нет, нет, ребят. Я что-то думал, что у нас сорпетная позиция. Я немножечко ошибся. Так, пятнадцать... О, пятнадцать двадцать есть. Ну что, я возьму, наверное, я... Кого тут взять-то лучше? Давай я возьму Армагошу. Раз, два, три, четыре. Так, стоп. Откуда здесь Лео пропущенный у нас? Ничего себе. А, я же его пропускал. Из команды точно исключал его. Хорошо, что я посмотрел, да? Так, ну вот теперь, да. Теперь мы перейдем в Лигу Сегунов две звездочки. Давай. Сейчас посмотрим, какая еще позиция у нас будет. Шестьдесят пятая. Ну, то есть опять получается же два поединка, да? И мы уже в Лиге Сегунов две звезды. Так, пятнадцать двадцать. Может быть, дадут все-таки пятнадцать двадцать один. Конечно, вероятность маленькая, но попробовать надо и стоит. Не хотят. Пятнадцать двадцать, пятнадцать двадцать. Опа. Опачки. Все-таки получилось. Все-таки, друзья, получилось. Раз, два, три, четыре. Все-таки получилось получить шестнадцать двадцать один. Ну что же. Давай начнем. Приступим. Сразу же. Усаги просто всех положил на землю. С одной своей вертушки. Ну, даже постепенки не пришлось ему использовать. Сейчас будет тринадцатая где-то, да? Семнадцатая. Ну, в общем, после этого поединка мы уже переходим с тобой. Все угодно три звездочки. Давай-ка попробуем опять выудить у них шестнадцать двадцать один. И вот оно получается, ребят. Здесь я возьму, наверное, Макман, Зэк, Карейка, Паокус, Змейка, Вьюн. Ну, в принципе, восьмидесятники, да? Против шестьдесят первого уровня. Нормально это будет. Вот единственное, что вот этот Микеланджело немножко нервирует. Так. Я смотрю, хилов-то у них здесь нету, да? Вот и славненько. Так, добиваем сплинтера. Все, ребят. И вот сейчас мы переходим в Лигу Сегонов Три Звезды. Ну, то есть, получается, ребят, стандарт. Если у нас хороший буст, то мы доходим с тобой, в принципе, до Лиги Мастеров. Если мы доходим до Лиги Мастеров, то это означает, что буст действительно удачный. Может, попробовать получить 16.22, но это, конечно, очень-очень маленький шанс. Очень. Может быть, даже его и нету, но я все-таки попробую. Нет, они стоят на своем. Они предлагают только 16.21. Тут даже понизили. Ну, есть. 16.22 нашел, ребята. Берем Бакстера. Берем Бакстера и возьмем Ваньку. Раз, два, три. Интересно, а кто у нас быстрее по инициативе? Ванька или Бакстер? Бакстер все-таки, да? А потом Ванька. То есть, они вдвоем нормально так отметилили наших вражин, и, соответственно, мы двигаемся дальше. И посмотрим, сможем ли мы... 15-е? А, 25-е. Ну... Ну, правильно, ребят, мы же выше по рангу идем, поэтому, как бы, замедляется у нас продвижение. Враги становятся сильнее и крепче. Хотя, по идее, да, чем сильнее и крепче, тем больше, как говорится, мы должны получать опыта. Смотри, не дают уже 16.22, прикинь? Вот, зажали, а. Хотя, предыдущий поедин... Вот, все-таки, нашли. Ну что, я возьму Дуни, Рафаэля, Майки. И вот так вот. Ну и все, ребята, и потом останется последний поединок, и, как говорится, мы уже... Дигамстеров. Поехали. Так, почти... Ага, все-таки Крис упал. Сюрикены от Донателло. Дальше, наверное, мы Пита шлепнем. Лишим, так сказать, их хило. Этот делает иммунитет, я не знаю, зачем он делает, это ему все равно уже не поможет. Добивка, скорее всего, сейчас будет. Все. И у нас остается последний поединок, друзья. Последний бой. Да и то придется использовать откаты. Ну что, я поздравляю нас всех с Лигой Мастеров. На бусти. Это нормально. Так, 16.22 уже дают без проблем. Ну, вряд ли тут, конечно, я выбью. 17.23. Не получится. Потому что 17.24 это максимальный... Максимальное количество кубков. Вряд ли они мне дадут. Ладно, давай соглашаться. И здесь у нас Шреддер. Рокзар. Ну и придется кого-то теперь еще и откатывать. Поехали. Ну, я думаю, сейчас где-то у нас будет позиция... 50-е, 60-е. Вот так вот. После вот этого поединка. То есть уже не так быстро мы с тобой будем продвигаться. Окей, давай посмотрим. Но все равно, я считаю, ребята, буст удался. Пускай даже на 20 минут задержался я, но все-таки удачно. Ну да, 40-е место, как я и предполагал. Так, ну что, ежедневки, друзья. Пройти серию испытаний. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, что ты лезешь-то? Лезет он. Погнали. Ага, Кирби, выстрел. На тебе. Ну, а здесь Мутагенуинт и... Змея-карай. Давай волной. Все. Испытания мы прошли. Так, ну дальше мы ищем на Макмана, я так понимаю, да? Безделушки всякие. Поехали. Так, Макман, у нас тут. Что там нам не хватает? А нам не хватает с тобой, получается, девять. Нет, какой девять? Один. Одиннадцать даже. Одиннадцать кружек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Все, ребята, одиннадцать кружек мы с вами нашли. И прокачиваем все, друзья. Макман по скиллам прокачан почти фулка. Там остается, ребята, только, естественно, вот эти однаменты искать. Это самый долгий процесс, если честно. Именно вот эти орнаменты. Ну что, и поднимем тогда ему уровень. Вот так. И забираем все награды. Ну и давай теперь посмотрим, что у нас. Так, не сюда я зашел. Девчая сила или Лига Лео. Ну давай девчую силу пробежим по-быренькому. Ну я имею ввиду, ребята, это все делается для того, чтобы получить жетоны. Так, команда. В принципе, отличная команда. Поехали. Сейчас ставим все это на автобой. И таким образом проходим. Проходить полностью, я думаю, события не стоит. Хотя, можно и пройти. Ну, посмотрим, ребята. Я вообще думаю, что это можно делать за кадром. В принципе, кому интересно, что я тут прохожу. Тем более на ези. Ребят, пишите в комментариях. Может быть, действительно. Как бы это просто за кадром, без съемки, короче. Потому что девчую силу мы проходим на автомате. На автобое. Я даже сюда, ребят, не подключаюсь. Понимаешь? Для чего здесь все очень легко и просто. Потому что у них уровень. Даже на последнем этапе уровень у них маленький. Если не ошибаюсь, по-моему, 70-й. Но, но, я тебе скажу, что девчая сила для новичков, для новичков, очень крута. Почему? Потому что здесь даются платиновые бойцы сразу же. То есть, вот это вот девчонки, которые, да, там, там же все персонажи женского рода. Они уже идут все в платиновом ранге. То есть, у них все прокаченные скиллы. И поэтому, как бы, именно на этом событии. Очень неплохо набивать нужных тебе персонажей. А персонажей здесь, извини, меня хватает. Поэтому я, как бы, рекомендую новичкам. Ну, и, соответственно, на этой неделе, конечно же, хочу и поздравить тот, кто, например, добьет себе осколки именно на Супер Шреддера. Потому что он, действительно, чувак имбовый. И он стоит того, чтобы за него на этой неделе побороться. За его, как говорится, ДНК. Так что, ребятушки, дерзайте и не филуньте. Ну, и это, естественно, позыв к тем, кто играет честно, а не на взломке. На взломке, там, понятно, там даже обсуждать нечего. А своими силами кто? Ну, я тебе скажу, что вряд ли кто-то может и хочет так долго играть. Сколько мы играем, ребят? Нет, я, конечно, не спорю, что мы не каждый день играем в эту игру. Ну, уже, по-моему, 4 года, да? Почти. Мы играем, и вот наши результаты, как говорится, видно, что мы за это время добились. Если бы мы играли, конечно, каждый день, возможно, это бы все, конечно, ускорилось, но... Мне кажется, мы бы... Я бы точно, наверное, перегорел бы, если бы я каждый день в одной тоже играл бы. Поэтому у меня и разнообразие разной игры. Я не зацикливаюсь на одной. А так, когда у тебя есть какое-то разнообразие, ты успеваешь соскучиться по предыдущей игре и вот так далее, и так далее. Вчера вот сидел вечером, думал, что бы такое сделать? Хотел уже сделать такой, знаешь, марафон по старым играм. Была такая у меня идея. Все старые игры, ну, не все, а большинство, которые мы играли, да, там, например, там... Прокул, да? Эволюция акулы. Потом там что у нас еще есть? Гроу Кастл, вот эти вот. Все игры хотя бы по одной серии, просто пробежаться по ним вскользь, посмотреть, вспомнить. Думаю, прикольная идея. Вот, игр у нас там дофига, там у нас и... Какие-то у нас есть. Вот недавно мы с собой вернулись, ну, как бы не вернулись, а сыграли пару игр в период на зомби-войну. Так, так. И вот таких вот игр у меня очень-очень много. У которых есть, как говорится, сохраняшки и тому подобное. И которые можно еще поиграть. Все, никак не могу, ребята, вернуться в анкилит. Ну, не хватает у меня мощей, оружия пройти определенные уровни. Конечно, там можно купить пушку лазерную и ей пройти, ну, тысячу рублей тратить. Ну, как бы тоже, знаешь, такое себе веселье. В общем, посмотрим, подумаем, что нам тут лучше и как лучше сделать. Так, у нас какая вообще это... Четвертая волна... Эпизод-то какой? Что-то я заговорился, как всегда. Пока непонятно, да? Надеюсь, сейчас нам покажут. Ну, давай-давай-давай, показывай быстрее. Какой там эпизод-то у нас? Шестой. А, ну... Да, ребят, ну если мы уже практически все прошли, давай уже добьем тогда, что? Раз уж такое дело. Будем с тобой фармить 50 жетонов. На последнем этапе, когда проходишь, получаешь 50 жетонов. Так что, ребят, все норм. Так, что сегодня еще по планам? Ну, я не знаю, ребята, в Саднике Олуха будем ли играть или нет. Событий там никакого нету. Я, может быть, за кадром там пособираю все эти ресурсы. Юрский парк, скорее всего, сегодня еще будет. ХКРочку, наверное, снимем. На втором канале будет продолжение Бомжа. Кто еще не смотрел, то рекомендую заглянуть и посмотреть. Очень рожащная игра, на самом деле. Я еще ее давно должен был пройти, когда она только вышла. Но, сам понимаешь, работа и занятость как бы отложила это все в долгие ящики. Вот, наконец-то, я до нее добрался. И... Ну, мне нравится. Конечно, наверное, не каждому зайдет. Всю нецензурную лексику, которая там выражается, ребята, Я, естественно, ее приглушаю, озвучиваю по-своему. Так что не обессудьте. Так оно будет культурнее. Ну, и к тому же могут смотреть дети при родителях. Так что, друзья мои, хотя, на самом деле, тот, когда она вторая, он больше все-таки не для детей предназначен. Я его специально делал для ПК и консолей, но я и хотел там, чтобы, как говорится, иногда накипело, можно где-то поругаться и это. Но, ребят, язык не поворачивается, матерится, понимаешь. И я помню, в одной игре только очень жестко матерился. Даже не в одной, во многих. Но это на самом-самом только начале, когда я только начинал заниматься этой деятельностью, была такая игруха. Ну, почему была? Она есть. Овервотч. Вот на этом канале я это видео еще не удалил. Овервотч, где я бухой в стельку. Там мат на мате. И надеюсь, вы на него не попадете. Чисто случайно. А то будет тут жестяк. Вот. Ну, что ты хочешь? В то время я побухивал. Где-то сейчас мы не пьем, не курим, да? И спортом занимаемся. А раньше все было совсем по-другому. Так, ну да ладно. Не будем, как говорится, о плохом. В общем. И что мы еще? Я еще на втором канале хотел. Думал начать прохождение римской экспедиции. Ну, пока, наверное, не буду, ребят, проходить. Потому что там есть еще игры. Хроники там есть. Которые. Ребят, пробовал я поиграть за кадром. Ну, как тебе сказать? Игра рогалик. То есть, постоянно убивает. Постоянно начинаешь все заново. Единственное, что у тебя идет прогресс по осколкам. То есть, ты каждую смерть собираешься больше, больше, больше осколков. И, соответственно, за счет этого прокачиваешься. Ну, и как-то надо все-таки допройти Инфернакс. Все-таки... Что я начал и что? И не закончил. Так, ну что, ребят, все. Все, ребят. Последний поединок мы сделали. Поэтому давай-ка фармить жетоны. Ну, по возможности. Но нам выпадает все, что угодно. Но только не то, что нужно. Все, друзья. Закончились у нас сырки наши. Мутагена нету тоже, как ты видишь. То есть, мы теперь, смотри. Что самое интересное. Мы с тобой Макмана прокачали по скиллам, да? Теперь нам нужно, наверное, Крысиного Короля. Да, с ним-то мы еще не закончили. То есть, мы будем с тобой делать скак. По уровню будем прокачивать Макмана. А по скиллам будем прокачивать Крысиного Короля. Нет, давай, наверное, мы будем по скиллам все-таки прокачивать Крэнга. В общем, напиши в комментариях, что лучше. Крысиного Короля будем докачивать или все-таки будем Крэнга? По скиллам, ребята, по уровню будем прокачивать Макмана. Где он у меня вообще? Крэнг-то. Сейчас мы посмотрим, что там у него вообще есть и сколько еще чего надо. Надо смотреть внимательно. Так, я его не... Вот он, вот он, ребята, Крэнг. Смотрим навыки. Ну, да. Тут вот это массовое, да, ядерный... А, ядреный заряд. И вход в технозону. Вот это вот надо прокачать в первую очередь. В общем, пишем в комментариях, а мы уже решим дальше. А на этом, друзья, мы и все. Будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!